Что мы должны сделать, чтобы проектные продажи для нас были эффективными? То есть все, что в голове заказчика, оно все стоит денег. Вы же все идете в академию, да? Потом устраиваетесь на работу, и у вас ожидание какого-то быстрого получения результата. Ты становишься настолько влюблен в свой продукт, что ты не видишь, что в нем менять. Это ловушка потерять доверие в первую очередь. Что должен сделать менеджер по продажам, чтобы не потерять ни на каком из этапов клиента? Я уверен, что сидят там, ребята такие думают, боже, проектные продажи. Тут, пожалуй, рецепт самый простой – это правильно выстроенная коммуникация. Буквально с первой недели мы подключаем менеджера к уже идущим проектам. Какой первый шаг менеджера по продажам в проектных продажах? Твои первые действия – это выстроить доверительные отношения с заказчиком. Компания Капан построила до 600 домов. Прогресс и развитие он заключается в переменах. Пару выпусков назад я вам рассказывал про книгу «Спин продажи» и там употреблял такие термины, как B2B и B2C продажи. На следующий день выхода этого ролика позвонила мне Ольга Секопана, которую вы тоже видели недавно у нас во влоге. И говорит, Андрей, блин, круто рассказал, B2B, B2C, все замечательно, книга классная, читала, прикольно тоже были инсайты после просмотра этого ролика. Давай людям расскажем про проектные продажи, потому что не все понимают, что это такое. И на тренингах никто об этом не говорит, поэтому сейчас постараемся вам рассказать про проектные продажи, потому что огромное количество менеджеров по продажам ими занимается, не зная, что это вообще проектные продажи. Вы же все идете в академию, потом устраиваетесь на работу, и у вас ожидание какого-то быстрого получения результата. В проектных продажах это невозможно. Сейчас мы постараемся объяснить, какие плюсы и минусы проектных продаж, что такое проектные продажи, как надо ими заниматься, что мы должны сделать, чтобы проектные продажи для нас были эффективными. Поэтому погнали. Начнем с первого. Что такое проектные продажи? Ну, я буду своей терминологией говорить, да, несмотря на то, что я таки проходила тренинг по проектным продажам еще в 2007 году. Проектные продажи – это сделка, которая осуществляется между покупателем и продавцом, но на момент заключения сделки нет ни продукта, ни стоимости этого продукта. Пример. Пример, ну, вот самый такой простой мне и близкий к душе пример – это строительство дома. То есть заказчик приходит, да, мы понимаем там плюс-минус какой он хочет дом, да, мы понимаем квадратуру, но, по сути, только после проектирования мы можем составить детальную смету и говорить, что да, вот ваш дом будет стоить там X. Можно ли говорить, что проектные продажи – это продажа растянутого времени? Да, мало того, что растянутого времени, так еще и для, по сути, для основной сделки необходимо сделать очень много шагов. То есть в нашем случае это проектирование дома, это выезд на участок, изучение местности, составление планировки, совокупность инженерных систем, дизайн, картинки, вот, то есть все, что в голове заказчика, оно все стоит денег, и мы должны сформировать эту сумму. Да, супер. У меня в контексте нашего тоже обсуждения к тебе, а как вообще вы, как компания, помогаете менеджерам по продажам научиться продавать проектные продажи? Потому что, я уверен, сейчас сидят там, ребята такие, ну вот, боже, проектные продажи. Ну, то есть вы их кидаете, вот тебе телефон, там, база, сиди, звони, или все-таки вы помогаете из периода адаптации, как-то вы подключаете их к проектам? Расскажи, как это у вас проходит. Ну, я считаю вообще это моей личной фишкой, моей разработкой, как мы внедряем менеджеров в компанию, да, потому что очень важный момент, как раз дать менеджеру, по сути, материально подкрепить его любовь к продукту. Понравился продукт, и он готов обучаться, как я уже сказала, что это длительное обучение, да. И что конкретно? Вот он приходит к вам, он прошел академию продаж. Вышел к вам в первый день, что его ждет в первый месяц работы? В первый месяц работы менеджер, ну, само собой, он оттачивает умение звонить, скрипты, там, и так далее, само собой, но буквально с первой недели мы подключаем менеджера к уже идущим проектам. Да, он не получает полный бонус, так как он не продал этот проект, но он получает часть бонуса, и он уже непосредственно в полях, так сказать, изучает все нюансы стройки, все нюансы переговорных процессов, пожелания заказчика, как они ведут себя. То есть, и, по сути, от теории к практике мы переходим в первую неделю. То есть, и это ему позволяет лучше адаптироваться? Ну, во-первых, это позволяет ему гораздо быстрее почувствовать деньги, нежели самому продать. Потому что пока менеджер сам выстроит доверие, подпишет сделку, построит дом, и только потом получит свой бонус, может пройти 6-8 месяцев и год. И, ну, за год сегодня молодые горячие менеджеры, вряд ли они будут ждать год. Они уже разлюбят как минимум продукт, а во-вторых, вообще, в принципе, перегорят его продавать. У вас работают наши выпускники, вот Денис. Да. Первую сделку он, свой проект, вернее, сделал когда? Он уже у нас работает 2 месяца. Первую свою конкретно сделку он заключил 2 недели назад. Вчера у него была вторая его сделка. Но уже на сегодняшний момент Денис подключен к 4 текущим проектам на разных стадиях строительства. А вот 2 месяца это много, мало, среднее? Как? Это хорошо. Это очень хорошо, потому что среднее это где-то 3 месяца. Ну, вот, по крайней мере, статистика предыдущих кейсов показывала, что 3 месяца это где-то такой средний срок для проработки воронки от начала и до конца. На какие этапы мы можем разбить проектные продажи, чтобы менеджер по продажам, который ими занимается, то есть я так понимаю, что проектные продажи это может быть и консалтинг, как у нас, это и строительство дома, и даже швея, да? Да, пошивка струна. Какой первый шаг менеджера по продажам в проектных продажах? Что мы должны сделать изначально? То есть, вот, целевая аудитория наша, да, она ходит вот по рынку и сравнивает разные компании. Я менеджер по продажам, который, к примеру, продает, работает в Экапан и продает дом. Мои первые действия для старта в проектных продажах? Твои первые действия это выстроить доверительные отношения с заказчиком, то есть то, что называется термином affinity, да? Доверие тебе, как менеджеру, что ты меня понял, что ты создашь то, что я хочу, по сути, является залогом успеха. Будет с тобой заказчик работать или нет? Супер. После доверия, получается, первый шаг у нас идет, окей, мы создали доверие, во время выстраивания доверия мы объясняем про наш продукт, чтобы человек понимал, потому что зачастую, на мой взгляд, в проектных продажах тоже есть какие-то ожидания клиента, к примеру, я хочу такой себе дом, а что там будет происходить, он вообще не понимает. Это раз, а во-вторых, конечный результат может кардинально отличаться от того, что думал изначально заказчик. Правильно? Если результат кардинально отличается от задумки, наверное, это не самый успешный пример проекта. А если ему нравится? Я хотел строить такой двухэтажный дом, да, но все-таки мне менеджер по продажам допродал во время, и это нормально, да, то есть он увеличил средний чек. Вот хороший менеджер должен допродавать, правильно? И сказал, вместе с архитекторами объяснили мне, что на моей локации было бы круто, чтобы это был трехэтажный, потому-то, потому-то и потому-то. То есть я сначала думал, что это двухэтажный, а мне построили трехэтажный, еще увеличили чек, и я еще и там остался доволен. Ты прав. Клиент выбирает еще понятность алгоритма, что его ожидает в работе с тем или иным менеджером. Говоря об экопании, мы не бежим сразу там, о, считать смету, если пришел заказчик и говорит, я хочу дом на 250 метров. Класс, жир. То есть для строителя это нормальный такой проект, достаточно крупный, с большой сметой. Но в ходе диалога и изучения потребностей заказчика мы понимаем, нужен ли ему этот дом. И по сути наша задача как раз спроектировать такой дом, который ответит на его нужды. И чаще всего получается как раз, что на запрос 250 метров мы строим 120 и люди мега счастливы. Супер. Первое. Выстраивание доверия affinity. Второе. Помочь человеку вообще разобраться в проекте. То есть получается на втором этапе менеджер по продажам превращается в проектного менеджера, по сути. Да, так и есть. И в этом на самом деле ловушка для менеджеров, которые хотят быстро получить результат, быстрые деньги, быструю комиссию. Потому что сформировать доверие, не зная досконально продукт, практически невозможно. И здесь недостаточно выучить на память скрипт и по нему работать как в продуктовой продаже. Отсюда у меня тоже такой вопрос, который тоже касательно недостаточно скрипт или что-то еще. Какие должны быть скиллы у менеджера по продажам, который все-таки в данный момент продает и занимается проектными продажами? Или тот человек, который хочет устроиться в тот же Экапан или в другую компанию, которая занимается такими продажами? Какой скилл должен прокачан быть у менеджера? Желание обучаться. Раз. Желание. Это вот раз. Самый единственный, самый сильный и важный скилл, который ему необходим. Однозначно важно любить продукт, но я это опускаю как скилл, потому что, ну, если человеку не заходит продукт, ему, в принципе, ну, нет предмета с ним сотрудничать. Но если это уже менеджер Экапан, то он должен быть быстро обучаемый. Компания Экапан построила до 600 домов уже за период своего существования. И ни один дом мы не построили дважды. То есть сказать о том, что можно как-то вот построить один дом и подготовиться по шаблону, там, продавать следующий, не в подходе Экапан. В каких нишах еще используются проектные продажи? Самое распространенное – консалтинг, пожалуй. Потому что в консалтинге ты, ну, вот в случае, например, моего сотрудничества с тобой, да, по сути мы с партнером приняли решение купить твою экспертность, экспертность твоей команды. Потому что вот мы пересмотрели ролики, мы там пообщались, посмотрели отзывы, сходили на батл. То есть мы так досконально… На батл по скриптам. Да, на батл по скриптам. Мы вот изучили ваш подход к обучению, к вот энергетике, да, вот к тем ценностям, которые вы проявиваете там менеджерам в академии. И мы с партнером приняли решение, что да, пожалуй, нам нужны эти ребята, потому что в какой-то момент, и это очень важно всем осознавать в какой-то момент, что ты становишься зашоренным. Ты становишься настолько влюблен в свой продукт, что ты не видишь, что в нем менять. Прогресс и развитие, он заключается в переменах. Получается, что не только менеджер по продажам касается вот этот вот скилл, о котором ты сказала, желание обучаться, но и собственников бизнеса, которые продают проекты продажей. В первую очередь, потому что собственник, по сути, это тот, кто задает настроение и задает пример желанию обучаться. Такой еще вопрос. На каком этапе проектных продаж, пусть это тоже будет пример со строительством дома, на каком этапе менеджер по продажам может потерять клиента? На каком из этапов? Из опыта на любом. И хуже всего, когда это происходит уже в ходе реализации проекта. Потому что, если мы уже приступили к реализации, и что-то случается, что мы теряем клиента, и он доделывает наш проект с другим, это огромная потеря репутации и настроения. Что должен сделать менеджер по продажам, чтобы не потерять ни на каком из этапов клиента? Тут, пожалуй, рецепт самый простой. Это правильно выстроенная коммуникация. Наиболее распространенная ошибка, которая может как раз разорвать отношения с клиентом, это недопонимание. Потому что менеджер несет ответственность перед заказчиком не только за то, что он его понял, а за то, что исполнители, люди, которые, по сути, реализуют его проект, проектанты, они тоже поняли именно то, что имел в виду заказчик. И это и сложно, и легко на самом деле. Потому что сложность заключается в том, что очень часто, а практически всегда, за заказчика необходимо еще и сформулировать, что он хочет. Очень редко заказчик знает, что он хочет. И это нормально. Тут очень важный такой, ну, есть тонкая грань, как раз, чтобы не потерять, нельзя навязывать. То есть, понятное дело, что он приходит к тебе там за экспертностью. Ты знаешь, допустим, как решить его проблему. Но он еще и должен тебе верить, что именно твоим путем он решит свою проблему. Я уверен, что влог тоже смотрит очень много менеджеров по продажам. Это говорит статистика. Вот. Что бы ты могла посоветовать тому человеку, который работает сегодня менеджером по продажам, занимается проектными продажами, но результатов у него сейчас очень мало? Простые там три совета, где бы он мог докрутить свои скиллы? Было бы еще очень здорово. Может быть, эти советы касались бы конкретных там этапов. Как выстроить афинити? Как не потерять вот эту вот реальность во время оказания проектной работы? И как, кстати, завершать проекты? Давай начнем с афинити. Как бы ты посоветовала выстраивать афинити менеджером? Руководителям, которые нанимают нового менеджера, посоветовала обучать как раз менеджеров не презентациям, преимуществам своего продукта, а обучать их как раз вот пути и алгоритму, и пошаговому мышлению заказчика. Класс. Вот это, пожалуй, самый такой ценный момент. Потому что, говоря о преимуществах только продукта, мы очень редко как раз найдем этот общий язык с заказчиком и выстроим афинити. Доверие строится между людьми, которые подтвердили уже, так сказать, друг другу, что они видят одну и ту же цель, один и тот же результат. И для того, чтобы его видеть, нужно знать не преимущества, а как раз проблемы заказчика, которые он должен решить своим подходом, своим проектом. Следующий совет касательно не потерять клиента во время ведения проекта. Что менеджер по продажам должен делать, чтобы не потерять? Часто в бизнес-процессах компаний, которые продают проекты, по сути, выстроена коммуникация таким образом, что есть некий отдел продаж, который доводит заказчика до сделки, а дальше включаются некие технические специалисты, уже программисты, в нашем случае прорабы, технадзор, все эти люди работают. А менеджер дальше продолжает продавать, ведь он же должен деньги приносить в компанию, это же не его тема, на стройке крутится. Это ловушка потерять доверие в первую очередь, потому что если заказчик пришел к нам, он доверил менеджеру свои представления, свое воображение, как он будет жить в своем доме со своей семьей, а это, согласись, очень интимно. И тут, знаешь, происходит такое, по сути, подстава. То есть вот теперь вы подписали договор, нам дали деньги, и теперь вместо Коли будет Петя строит ваш дом. А, возможно, Петя, заказчик и не хочет открывать свою душу. Тоже у меня тогда такой вопрос. Что бы ты бы рекомендовал? На твой взгляд, отталкивайся от твоего опыта, что лучше, чтобы менеджер по продажам, который продал, к примеру, клиенту, все-таки его вел, условно говоря, год там, типа пока мы там строим, или там полгода, или все-таки компаниям лучше выстраивать клиентский сервис, которому менеджер передает после того, как он продал? Что лучше? Первый вариант или все-таки передавать? Знаешь, Андрей, тут рецепт такой, лучше то, что работает. В нашем случае не сработала передача. Именно из-за вот этого ощущения разочарованности. Ну вот как так? Я же тебе доверился, и тут ты меня к какому-то передаешь. Поэтому мы докрутили внутри своей компании процессы таким образом, чтобы менеджер в меньшей степени участвовал в стройке, но он продолжал общаться. То есть строительство дома ведет технодзор вместе с прорабом. То есть на каждом объекте есть прораб. Он не распыляется там на больше, чем один проект. И есть также технодзор в компании, который руководит несколькими проектами. Вот они в связке с архитекторами реализуют этот проект и готовят по специальным шаблонам отчетность для менеджера. Менеджер передает, по сути, заказчику. И таким образом заказчик чувствует постоянную увлеченность менеджера. Да, он постоянно работает с одним и тем же менеджером от начала и до конца. Круто. И менеджер – это тот человек, который ему продал дом, и который его поздравляет с новосельем. По поводу поздравлять с новосельем. Да. Это этап, который называется завершение. Самый любимый. Да, завершение. Как менеджеру по продажам или вообще в принципе компании, которые занимаются проектными продажами, что они должны учесть при завершении проекта? В случае со стройкой до завершения происходит очень много разных очередных процессов. И в случае со стройкой, признаюсь откровенно, ни разу не было такого, чтобы вот прям никаких сюрпризов, назовем это так. В стройке есть другие термины. Классно. Стройка равно консалтинг. Да, без сюрпризов не бывает. В любом случае есть какие-то переделки, а есть какие-то криворукие исполнители, а есть вообще воображение заказчика, которое не соответствует тому, как… Как быть менеджером в этом случае, да? Да, мы же с тобой тоже понимаем и обсудили, что у менеджера-то какая реальность? Так, я продал, причем я продал через Афинити, я на протяжении какого-то периода времени ввел этого клиента. Да. По сути, результат от менеджера-то не зависел, правильно? Нет. Все. Если какие-то вот эти вот сюрпризы есть, что делать менеджеру в этом случае? Как себя вести? Менеджер всю дорогу до конца проекта и в дальнейшем после является адвокатом заказчика. То есть компания и все вот эти исполнители, которых я переназвала, компании и исполнители проекта, то есть те, кто руками, по сути, создает наш дом, они обязаны сделать то, что продал менеджер. И менеджер всегда на стороне заказчика. То есть если не заказчик должен приезжать, и говорить, там, так, секундочку, почему это сделано так, там, я представляла это по-другому. Это задача всегда менеджера, донести понимание заказчика к исполнителю через архитектора в виде чертежей. Ну, то есть это достаточно сложный процесс в стройке, да, но, по сути, это работает так. Проектные продажи для менеджера по продажам это не о быстром результате. Но что бы мне хотелось посоветовать новым соискателям, всегда при обсуждении, как он будет адаптироваться вот в процесс проектных продаж, да, в компании, задавать вопрос, а вовлечете ли вы меня в текущие проекты, вот как новичка. Потому что, ну, за 15 лет работы, ну, вот в строительстве, да, я, честно сказать, не знаю ни одного человека, который что-либо выучил полезное в процессе, не занимаясь практикой. То есть ни в книжках, ни в чертежах, ни во влогах архитекторов, конструкторов вы не узнаете, ну, реально прикладной полезной информации. Поэтому, если вы хотите... Проектными продажами заниматься интереснее гораздо, ну, как по мне, чем просто продавать готовый какой-то товар, продукт, у которого есть описание там с этикеткой, да, это всегда развитие, но это всегда игра в долгую. То есть, допустим, принимая для себя решение, что я хочу быть менеджером проектных продаж, нельзя там сейчас, вот я сейчас год в консалтинге поработаю, потом пойду в стройку. То есть, ну, определитесь все-таки со сферой, потратите немножечко времени, почувствовать себя, что вам ближе, что вам больше нравится, потому что вы будете каждый день узнавать новое именно в этой сфере своих продаж. Супер, бомба, блин, классно. Бау. Вау, классно, классно, классная тема, да? А вы это там записывайте всегда.